приветик всем снимаю видео о своих небольших покупках на валмерис давайте смотреть что прикупила в этот раз бытовая покупка это лимонная кислота килограммовая упаковка стоила на 195 рублей я постараюсь цены называть максимально точно у меня здесь есть небольшая подсказочка главное чтобы не как это сказать не ошибиться со строчкой каждый раз озвучивать ту цену которая актуальна ну цены всегда постоянно меняются в общем не об этом речь короче зачем я ее вообще купила тут встал в очередной раз вопрос но это вполне естественно все хозяйки знают вообще то нужно иногда мыть кафель да я имею ввиду конечно санузел в общем ванную вы поняли из всех домашних дел все могу достаточно спокойно кроме кафеля ненавижу мыть кафель почему ненавижу во первых потому что очень трудно найти средства которые бы не нужно было смывать и которые при этом бы не оставляла разводов честное слово все что хорошо отмывает обязательно нужно смывать и вот это все течет по стенам на пол потом это как это все вытирать собирать просто при одной мысли об этом я уже просто бегу как можно дальше от мытья кафеля но мыть то его надо и тут я услышала что оказывается если в теплой воде растворить лимонную кислоту то просто водой можно помыть кафель не будет никаких разводов и загрязнений и налет снимает и все такое в общем я буду экспериментировать короче говоря если у вас есть опыт обращения с лимонной кислотой напишите мне пожалуйста наверняка я чего-то не знаю и в общем не повредит для образования я купила много всяких съедобных вещей это выглядит очень смешно но как бы слов из песни не выкинешь я просто не знаю за что ухватиться так много всего съедобного начнем это продукция марки которые называют которые я называю сто пудов ну в общем хлеб 5 злаков сколько же он стоил 98 рублей я что-то решила что надо попробовать дома печь хлеб я не знаю с чего это мне пришло в голову но пришло и никуда от этого не денешься поэтому придется собственно говоря и экспериментировать я выбрал такие вот как это сказать виды хлеба там его конечно много но я взяла то что нравится маме мужа и мужу вы меня спросите почему не учитываю себя потому что мне вообще все это пофиг мне обычный багет и вышли чем не надо ну а печь то я собственно я хочу поэтому надо покупать такой чтобы кто-то их кто-то это вообще все съел я понимаю что это звучит очень смешно но зато говорю как есть поскольку я купила хлеб там по составу я посмотрела но вернее по описанию приготовления обязательно нужно добавлять дрожжи поэтому я купила дрожжи упаковка из 10 штук сто тридцать семь рублей я понятия не имеют и дешево дорого или как или что но в общем просто купила и все еще один хлеб это уже фитнес хлеб мне кажется это приблизительно тоже муть что и в предыдущей упаковке стоило 100 рублей где-то мне еще здесь был хлеб как бы его найти а ведь был еще а вот нашла я взяла фокаччо с пряными травами у меня муж очень любит эту вещь 130 рублей упаковка ну и остальное собственно говоря сладенькое я обожаю вот эти вот пакетики покупать всякие разные ну в данном случае тут много новинок например вот такой вот имбирное печенье с цукатами 111 рублей стоила упаковка почему я вам показываю в пакете упаковка пришла рваная я вообще не знаю что с ним делать мама говорит надо выкинуть на всякий случай я писала им конечно там в обратную связь в общем что упаковка рваная без толковой фитнесу ну ладно как бы да бывает огорчение куча так еще вот такое вот печенье сразу с печеньем закончили это печенье сахарное вот это печенье уже продавалась с пайкой из двух штук за 149 рублей мне показалось это очень неплохо печенье которое порадует и мужа и его маму это совершенно точно не обожает такое дело это фитнес печенье тоже была была спайка из двух штук за 125 рублей с учетом вообще того сколько стоит хорошее печенье мне кажется очень даже демократичная цена ну даже при условии что придется потратить еще пачку масла само собой печенье шоколадное с арахисом такое я уже покупала и не раз и очень даже ничего 126 рублей упаковка стоит еще один кекс с с сукатами это беру первый раз спайка из двух штук сто сорок четыре рубля горячо любимая вещь муж меня просто обожает кекс лимонный не знаю уже сколько раз брала спайкой из двух штук сто двенадцать рублей очень даже недорогая вещь муж обожаю таких пакетиков приготовил классный кекс кстати я его готовлю таким образом знаете вот когда он выпекается я его покрываю сахарной пудрой поэтому купила сахарную пудру спайка из двух штук 97 рублей и есть у меня один такой нюанс но я просто делал так как нравится мужу нравится когда у слой вот этой сахарной пудры он максимально толстый поэтому как нормальные люди пользуются сахарной пудрой они обязательно и просеиваю через сетечку уже непосредственно на выпечку и получается очень красиво я все понимаю так оно и есть что делаю я для того чтобы получилось так как нравится мужу вот кекс готов у нас тыл открывая сахарную пудру прямо из пакета сыплю на этот кекс и вот так вот пришлёпываю пальцами вдавливаю его туда чтобы слой был максимально толстым я вам рассказала похихикать еще один кекс это уже шоколадный тоже спайка из двух штук 171 рубль наверное самый дорогой из них из всех я имею ввиду то что касается в пакетиках и еще я взяла в коробках потому что здесь идет в комплекте форма эти написано форма для выпечки внутри это кекс клубничный сколько он стоил 117 рублей как бы не очень много и также с формой кекс двойной шоколад 140 подороже ну шоколад наверно он всегда подороже и последнее что взяла из выпечки это такие вот маффины и так понимание наверное с формочками да с формочками сколько же они стоили 120 рублей я когда вот это вот все принесла домой муж у меня увидел и и смеялся и говорил ира ты объясни говорит мне я горит так понял что ты собралась в отдельно взятой семье реализовать продовольственную программу под названием расти задница я гну что то так сразу я говорю почему попробовать можно будет ну что же давай попробуем вырастет или и насколько а по поводу хлеба это вообще была отдельная вещь этот даже у меня слов нет он мне как-то говорил горит ты знаешь горит вот и всех наших знакомых очень многие пытались как сказать вот загорались этой идеей печь хлеб покупали набороченные хлебопечки не ни у одного человека это хлебопечка не осталось то есть либо перепродали либо отложили куда-то на антресоли в подвал там когда частный дом общем куда угодно с глаз долой по какой причине не потому что хлеб получается плохой наоборот получается хороший оторваться от него невозможно и пока это его весь не зажрешь ты не остановишься когда он заканчивается то печешь снова в результате вес увеличивается с космической скоростью и после трех месяцев использования хлебопечки все от нее отказываются ты хочешь тоже через это пройти не гни в коем случае что что говорю а хлебопечку я покупать не буду горит может быть спокойно на этот счет абсолютно точно теперь вкусняшки помните я вам показывала шоколадки от победы и вот со всякими разными там веселостями мама мужик давайте попробуем все остальное браку я в этот раз выбрала две шоколадки одна шоколадка это energy в общем для энергии видите здесь энергетический комплекс с турином экстракторы электроукопка зеленого чая и куча витаминов группы b просто вот я не знаю энергия прет пришла вот такая вот штука в общем шоколад весь раздроблен на кусочки я тоже об этом написала и тоже не ответа не привет а вот ну как бы упаковка не повреждена я думаю кусочки эти все равно можно попробовать на вкус кстати эти шоколадки да они отличаются друг от друга но не такое впечатление что это просто вкусовые добавки и ничего больше и вот веселая шоколадка который предназначена для нас девочек это шоколадка которая дает эффект эффект лифтинга вы представляете и содержит пептиды коллагена и стимулирует образование естественного коллагена эластина и фибрилина увеличивает упругость кожи и замедляет ее старение я просто в шоке от маркетологов которые работают на эту фабрику ребята просто на вас кстати шоколадки стоили по моему по 117 рублей если ничего не путаю да по 117 рублей но это пришло как бы в нормальном виде это хорошо и еще я взяла шоколадки с шоколадками это не все в общем решил попробовать такую марку я так понимаю называется озера с молочной с цельным фундуком сколько же это спайка стоило 274 рубля за три шоколада по моему очень даже ничего так себе с маркой не знакомо ничего сказать не могу надеюсь что все будет очень даже симпатично на этом все не закончилось не смогла я не заказать как это сказать формат xl любимого шоколада победы с этим с фундуком это я пытаюсь найти цену на по моему 275 рублей это 6 шоколадка не знаю какой здесь вес наверное двести пятьдесят да точно двести пятьдесят это шоколад совершенно беспредельно у меня есть блюдо для кексы которые немножечко маловато под выпечку нужно немножко побольше чтобы был зазор чтобы удобнее было нарезать поэтому я вот пока не найду чего-то совсем такого красивого и элегантного потоньше и полегче купила я вот такое вот блюдо стоило но всего лишь 311 рублей поэтому как бы как временный вариант очень даже неплохо ну а потом когда найду то что больше по сердцу я конечно его заменила это отправлю на дачу и уж раз было куплено столько печенья я смотрела формочки мне хотелось найти какие-нибудь простые формочки которые бы были из пластмасса потому что эти железки я все выкинула просто пользоваться невозможно вообще я нашла вот такой вот наборчик как мне как показалось простой и достаточно примитивный но оно и хорошо 245 рублей как бы да кстати забыла вот принести сюда я просто скажу поймете о чем речь я в прошлом ролике показывал макароны барила которые в общем как бы мы до сих пор обходили стороной потому что был неудачный опыт со спагетти так вот то что я показала в прошлом виде и перья и 44 номер такие трубочки превосходные и после этого я заказывала уже наверно раз пять и на озон я брала ну как удобнее просто где цена получше было и на вал берез замечательная вещь и я не знаю что было тогда с теми спагетти возможно было подделка какая-то я не знаю что это такое я кстати не собираюсь пробовать заново спагетти барила ну вот эти вот два номера какой там 73 44 порадовали бесконечно и в общем теперь покупаем да хорошо что не забыл об этом сказать хотела ведь макароны нужно принести показать чтобы разговор не забыл в общем заканчиваются мочалки вот эти вот шарики я их часто меняю и вот это по-моему стоило 120 что ли они очень мало служит поэтому я решил здесь вот подороже немножко побольше такой упаковке какой-то солидный такой шар побольше поплотнее думаю может быть будет подольше служить не помню сказала 140 люблю эти мочалки шарики не понимая вот этих японских мочалок вот этого всего вообще никак купила я себе платочек будет видно в общем это такой пародия на луи виттон о чем здесь и сказано я думаю так модели не сняли какую-то классическую в общем супер платочек вот артикул в чем прикол это не первая покупка я покупала уже сколько три платка себе и маме в общем остались довольны у меня сейчас белый платок и мне захотелось вот такого вот оттенка подкараулила скидку обошелся в 533 рубля я не знаю что это за симпатический материал но он очень приятный хорошее качество то есть я очень довольна также в прошлом видео я вам показала я покупала косметички вот такие вот да beauty for you в этот раз я покупала себе черное решила что мне нужна и вот такая вот она выглядит практически голубой но на самом деле она какая-то серо-голубая такая вот емкость я уже видел тоже не только я покупаете косметички да очень красиво очень удобно очень мягко очень приятно трогать 275 рублей в общем пила еще может быть еще надо взять я не знаю как вы считаете косметички про запас берутся или это излишне расходный материал это бальзам для волос понтина аквалайт 299 рублей это маленькая упаковка за 200 миллилитров но это нормально я считаю что как служит он долго расход минимальный пока для меня это лучше бальзам за нормальные деньги скажем так ну конечно да увел и хорошие бальзамы ну не настолько чтобы отдавать две тысячи рублей а то что действительно круче чем было стоит еще гораздо дороже раза в четыре наверно ну я просто не помню какая-то испанская марка вот они хорошие пробовала и кондиционер да но в те времена когда еще десять лет назад это было когда был совсем другой курс и даже тогда он стоил для с половины тысячи а сколько участвует я вообще понятия не имею естественно так а вот еще что зуба зубная паста вот такая вот это don't a dent для чувствительных зубов по моему она стоила двести сорок три рубля 247 не буду врать 247 нет вру 243 ошиблась смотрю туда куда надо в общем эта паста она выпускается это как сказать своя марка вот этой сети dm германии и она стоит очень дешево я точно помню что она стоила в германии мы были меньше мы меньше евро вот не помню что 07 там 079 я не помню сколько она стоила не знаю сколько стоит сейчас но в общем это самая базовая вот дешевле некуда при этом качество очень даже хорошая если вот при провести параллели это вот и вот эта паста в дм это знаете это как прийти в ашан и купить зубную пасту каждый день приблизительно одно и то же то есть вот уровень такой но поскольку у нас марка не представлена цена на вайлберис соответствующие чтобы можно было хорошо заработать поэтому да да и поставки и не прямые я думаю везут на кривой козе там окольными путями в общем двести сорок три рубля нормально с учетом того что сколько вообще стоит паста мама мужа очень любит я все время покупаю чтобы ее порадовать конечно гели для душа от боли и я так и не поняла что это еще 248 рублей вот такая вот картинка вторая это слива и миндаль вроде бы так уже 248 рублей просто новые гели для душа от боли я не могу купить вот появляется в продаже я регулярно мониторю все эти новинки и сразу же покупаю и с ароматом кокос это уже новый дизайн мне кстати кажется он какой-то ущербный потому что вот старые упаковки выглядят гораздо презентабельнее чем вот это вот это какой-то дешевый прям совсем дешевый 247 рублей но стоил но буду надеяться что аромат будет хороший и решила попробовать никогда не покупала это пена для ванны от валия объем 750 миллилитров это яблоко с корицей и на стоило всего лишь 331 рубль прямо знаете дешевле и его честное слово знаю что вот эти все продукты вот эти вот мыльные у болея очень хорошие съемлю сами по себе не про аромат сейчас говорю вообще я рискнул думаю цена праздничная и в общем аромат как выяснилось очень даже ничего я так понимаю это зимняя коллекция наверное лимитка была общем я ставлю на зиму конечно я послушала ароматы запаковки он просто волшебный вот это вот аромат шарлотки зимой действительно это наверное что еще лучше можно придумать ну и что это за покупки если нет книжки поэтому в этот раз я подкараулила именно на вайлбереста на френч брокен харбор самая низкая была цена 636 рублей вот как бы я решила что вот он настал мой час я наконец-то приобрету эту книгу ну конечно потом в книжных покупках я все продублирую само собой когда их соберусь снимать это уже отдельный разговор здесь просто по факту что купила на вайлберест ну вот такие вот в этот раз были небольшие покупки здесь видео было интересным полезным и приятным всем большое спасибо всем пока пока